всем привет блогер алиса бананка снова в деле это значит что у нас новое путешествие и буквально позавчера закончился мир сибирь фестиваль которым я участвую все было в сумбуре плюс мы с моим гуру по путофории приготовили два образа для съемки для ее задумки наши общие задумки о которой мы разговаривали еще в марте а сегодня уже июль в дворе и сейчас мы едем в заповедник в Акасске который называется сундуки мы сейчас остановились в Ширинском районе в деревне Шира собственно и уже вот-вот скоро подъедем и начнется красота начнется интересная история это место куда я уже ездила один раз но мы как-то наскоком приехали с друзьями поэтому сегодня я думаю что будет все-таки немножко интересней будет побольше информации побольше видов и сегодня я экспериментирую надеюсь что у меня все получится потому что и надеюсь сейчас эта штука опять работает чтобы звук был хороший потому что хочется чтобы не только картинка была красивая но и те кто смотрит это видео могли услышать то что я транслирую то что я рассказываю то что происходит рассказывать точнее вам хочется чтобы вы это все слышали поэтому надеюсь все получится погнали как говорится мы приехали уже на один из сундуков вот наша группа сейчас нам покажут первые наскальные рисунки пойдемте посмотрим поближе а а Нам только что рассказали красивую историю. Вот там, сзади меня, находятся петроглифы. И такая красивая история, что когда восходит солнце, то оно начинает вот эту вот стену с петроглифами по очереди освещать. И получается, что солнце освещает постепенно каждый рисунок. И таким образом можно отследить вот эту историю повествования. И эта история про воина, который попал в засаду, потом попал к духам, в потусторонний мир, как они его не хотели оживлять. И он попал потом, сражался с ними. В итоге он всех победил и отправился на небо сиять звездой. Красивая, конечно, история. И интересно, что взаимодействие с природой, да, вот таким образом проявляется, что любой человек может прийти и стать свидетелем этой истории и увидеть вот это вот интересное повествование. Ну, здорово, интересно, я считаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такая находка, представляете? Прям идеально ровная дырочка, ну, вообще, как так? Такой вот кусочек камушка с абсолютно ровной дырочкой. Я считаю, что это на удачу. Класс! Виды у нас, как всегда, потрясающие. Других я вам не показываю, собственно. Здесь уже чем выше поднимаешься, тем сильнее ветер. Мы идем вот сюда, в главный сундук. Голос у меня тоже потрясающий, потому что я разговаривала три дня подряд на Вере-Сибири. И немножко, конечно, подвыдохлась. Но ничего. Зато, где я сейчас нахожусь, в замечательном месте, наслаждаюсь красотой. Класс! Посмотрите, с этого ракурса этот камень похож на сидящую девушку. Вот ее голова, вот ее лицо, вот так вот плечи, ноги. И она как будто бы смотрит вот туда, на просторы. Так интересно. Наблюдает такой лик, обращенный на просторы. Это очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Какая-то интересная структура камней здесь. Они прям такие в дырочку. Как будто выеденные. Смотрите. Такой кусок скалы, который вот такой вот плоской пластиной застрял между скал. И вот так вот висит, не падает дальше. КОНЕЦ Ну что ж, ребятки, я наполнилась силой Хакаси, силой смыков. Вдохновилась и теперь спускаюсь наполненная, ну по правде прям приятное такое теплое ощущение внутри. И по ходу спуска наблюдаю, смотрю, впитываю в себя эту красоту таких диких мест. Очень красиво. Хочется, конечно, сидеть вот там, остаться и жить, и созерцать, как меняется природа, наблюдать все эти перемены и никуда не бежать, не идти, просто остановиться. Мы приехали на озеро Иткуль. Сейчас здесь возможность покупаться. Такие, как я, покупаются, такие, как я, просто наблюдаю. Я, короче, выпить чаек. А там, посмотрите, как красиво на заднем плане. Ох, тут дышь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok